всем привет меня зовут катя вы в моем рукодельном дневнике да да вы не ошиблись увидев заголовок итоги 2019 года уже в феврале месяце этого года так получилось что весь январь месяц я занималась абсолютно не вышивальными делами я дописывала диплом в институте я защищала диплом в институте и мне было совсем не до моего канала и совсем не до съемок очень важного видео это итоги это планы и еще какие-то вышивальные скажем так рукодельные ютюбные долги но сегодня я решила все-таки снять это видео и рассказать вам об итогах и безусловно нужно сказать о том что на моем канале есть видео о вышивальных итогах первого полугодия 2019 года но для того чтобы быстренько вспомнить что же я там на вышивала с января по июнь месяц 2019 давайте посмотрим следующие слайды удачи! удачи! Продолжение следует... Продолжение следует... Жесткие рамки, по крайней мере, те рамки, которые я могу соблюсти. Одно из таких мероприятий был, так скажем, Робин. Робин наш местный, местных вышивальщиц новосибирских. Мы вышивали книжную полку от «Сделай своими руками». И свою книжечку я вышила именно в июле 2019 года. Вышила ее буквально за пару дней, хотя на тот момент мне было не совсем до вышивки, но каким-то образом все равно меня захватила эта эйфория совместного какого-то проекта, и книжечка готова. На данный момент у нас вышиты уже все книжечки, и остались какие-то мелкие детали и основное оформление данной работы. Очень ярким событием стал совместный проект у Лили Рогожкиной, который назывался «Радужное настроение». В данном СП я отшила свой квакер, а во втором полугодии я отшила еще несколько работ. Из них, наверное, самым ярким была работа рыба «Стимпанк». Она висит у сына в комнате. И об этой работе есть отдельное видео на моем канале. Под этим видео оставлю все ссылки на те видео, которые я делала о своих работах. То есть есть видео по отдельным работам. Также в этом совместном проекте у меня родилось очень много мелких предметов моего вышивального интерьера. К ним относятся вот эти небольшие работы. Это и примитивная тыковка, и вот такие вот игольницы. И еще одна работа из этой, скажем так, небольшой серии – это «Домик на дереве по схеме Татьяны Шаровой». Это был тоже совместный отшив, очень быстрый, который ворвался в мою жизнь неожиданно. Об этих работах тоже есть отдельное видео. И в данный момент «Домик на дереве» находится в Москве и ждет весеннюю формулу рукоделия. Эта работа будет на выставке вместе с Наташей Гевки и Таней Шаровой. Ну и сразу скажу, что одним из финишей второго полугодия была миниатюрка. Я ее называю именно так. Это кактусенок-саккулент, вышитый по схеме Татьяны Шаровой, а по открыточке Наташи Гевка. И эта работа тоже находится в Москве и ждет весеннюю формулу рукоделия. Ну и если уж мы заикнулись про саккуленты и про кактусы, данную работу я вышивала в рамках СП. А вокруг одни кактусы у Насти лучик. Помимо этого замечательного горшочка с саккулентами, я отшила еще несколько работ в данном СП. О них тоже есть отдельное видео, а сейчас просто покажу вам фотографиями эти замечательные работы. Какие-то уже оформлены, а какие-то еще нет. Одна из ярких работ, я ее считаю очень яркой для себя, является вот эта вот тыковка в стиле Black Work. Мне она очень нравится. Нравится и тем, что я ее вышивала меланжевыми ниточками, и тем, что она вышит на необычной основе, которая совершенно не подходит для вышивки. Об этой работе тоже есть отдельное видео, где я делюсь всеми своими впечатлениями и процессом отшивания. Август месяц у меня был очень насыщенный. И насыщен он тем, что, я бы сказала так, две очень яркие работы закончились у меня в августе месяце. Это метрика от Дим, которая вышита самым подбором. И второй яркой работой является ежик от Чудо природы от фирмы Овин. И обе эти работы имеют отдельное видео. Сейчас, конечно, будет все отвечать и дубликовать. Вот так вот оформлен у меня ежик. Я уже показывала его в своих рукодельных заметках. И одной из самых ярких работ этого года, 2019 года, я считаю все-таки метрику от Дим. Вот она такая оформленная тоже у меня. Все бликует. Она висит на почетном месте. И очень-очень мне нравится. Я очень-очень довольна. Из неоформленных работ, но вышитых в августе месяце, у меня в руках маленькая работа по открыточке от Гамма совместно с фирмой Панна. Это котята. Я сейчас ничего о них говорить не буду, потому что в пару им будут вышиваться далматинцы. И у них будет отдельное видео. В октябре месяце, помимо процессов в совместном проекте вокруг одни кактусы, была вышита вот такая вот миниатюрка. Это игольница в мою коробочку. Совершенно экспромт. Узор взят из какой-то схемки. Единственное, в зеркальном виде я его повторила. Ну а сзади в качестве такого патриотического жеста написала НСК Новосибирск сокращенно. Вот такая штучка. Очень милая. Еще один из финишей октября месяца является мой вклад во флаг рукоделия. Форму бы рукоделия. Это маячок. Вы сейчас увидите его фотографию. Я планирую сделать отдельное небольшое видео по этой работе. И сейчас могу точно сказать, что моя работа уже, скажем так, на месте. Я думаю, что на данный момент мою работу уже вшили в общий флаг рукоделия. И я надеюсь разглядеть и найти ее среди большого количества красивых фотографий и в Инстаграм на формуле рукоделия, и в ВКонтакте, ну и, наверное, в видеообзорах непосредственно самой весенней формулы рукоделия. В ноябре месяце меня охватил какой-то бурый ураган оформлений. Я очень много за ноябрь месяц оформила именно в прикладное. Благодаря Елене Цвет, потому что она меня пригласила в свое СП прикладная вышивка. Ну и я действительно очень много оформила. Я оформила свои вышитые работы от Алисы. И безмерно просто этому рада. Они мне очень нравятся и украшают нашу детскую. Также я погрузилась в прикладную вышивку благодаря отшиву вот этой замечательно маленькой схемы. Это была бесплатная схема от Светланы Немерицкой. Эта схема выходила в честь Хэллоуина. У нее целый сэмплер, но этот кот с пальцем, отрубленным или отрезанным пальцем, просто душка. И я практически сразу, как только вышила эту работу, я ее решила оформить вот в такой баннер. И он теперь висит у меня у сына в рыбно-кошачьем уголке. Также в ноябре месяце я погрузилась в дизайны группы Медведица. Это примитивы, причем примитивы, которые очень милые, очень душевные. И отшив бесплатную схему осень, сейчас я отшиваю зиму. После отшива зимы дадут бесплатно весну и так далее. То есть, если вы отшиваете данный сезон и успеваете вовремя, то есть за три месяца отшить, то вы бесплатно получаете следующую схему. Планирую также баннер, вымпел, что-то такое. То есть, все четыре схемы будут на одном полотне. Но сейчас показывать вам уже начатую зиму не буду, чтобы немножко задержать интригу. И еще один маленький процесс от той же группы Медведица. Это вот такая вот маленькая салфеточка, называется Сезон варенье. Такая милота. У меня очень любит ее дочка. Она вот уже тоже немножко замусоленная, потому что она ее всячески теребит, мнет и даже берет в рот. А вообще она предназначалась для ножничек на моем рабочем столе. То есть, положила сверху ножнички, чтобы они не гремели. Милота. Вот я ее тоже вышила буквально там за два-три денечка и сразу афу. В декабре. В декабре у меня был всего один финиш. Причем это были первые числа декабря. В конце ноября я вступила в авантюру. Мальчик, который выжил в группе, по-моему, Кафетр. Нам давались фрагменты схем. И нужно было вышивать и делиться отчетами. Я планирую также снять отдельное видео по этой работе. Планирую оформить также в какой-то вымпел. И, скорее всего, когда оформлю, тогда и появится отдельное видео по данному процессу, по данному сюжету. Ну и, в принципе, это все финиши 2019 года. Но я не могу не сказать в итогах 2019 года о том, что помимо тех ЭСП, которые я озвучила, я вступила в ЭСП «Весна близко» от Дженни Айфер Майерс, в рамках которого я вышиваю Байкал. И понимаю, что, конечно, до 1 марта я не успею отшить данную работу, но я ей благодарна хотя бы потому, что я ее начала, а значит, я ее обязательно закончу. И, безусловно, нельзя не сказать про всеми известный СП, всеми известный совместный отшив баночек от Ирика на плечи. Посмотрите на эту простыню. Это 18 баночек, которые были в данном проекте. 18-я это с журавликом была, которая бесплатная. Я успела, я отшила все до 14 января и получила бесплатные баночки, то есть у меня бонусные баночки 5 штучек. И более того, я вступила во второй сезон, где все, кто не успел отшить эти баночки, будут их отшивать. И помимо этого Ира еще 3 новые баночки так прорекламировала, поэтому ради них я и вступила. Планирую отшить остальные и уже потом оформить. Что это будет? Скорее всего, баннер. Очень рада, что вступила. Не знаю, все сохранилось, сохранила все свои видео зарисовки об этом процессе. Будет отдельное видео? Нет. Пока не знаю. Но, наверное, будет, когда отошью последнее. Вы не поверите, но у меня получилось 39 работ. И сейчас кто-то скажет, большие или маленькие. И если вам кажется, что данный процесс не имеет права считаться отдельным процессом, то я с вами не соглашусь. Для меня даже такие миниатюрки являются отдельным финишем, отдельным процессом. И я ими, безусловно, очень горшусь и очень рада, что они есть у меня в вышитых работах. Так вот, 39 финишей. И, наверное, не было бы столько финишей, если бы не участие во всевозможных СП и совместных отшивах. Если бы не моя вышивальная диета. Я не могу сказать, что я ничего не купила за год. Но я отчитывалась перед девчонками. В середине года я поучаствовала в благотворительных акциях и купила несколько схем. В конце года, безусловно, себе под елку я порадовала себя и книжками со схемами Яны Гаркальцевой, и небольшими наборчиками от Ольги Антроповой. Все это, конечно, можно считать небольшими срывами. Да, не небольшими, а срывами вышивальной диеты. Но в целом я собой немножко горжусь, потому что вот это вот осознание того, что ты находишься на вышивальной диете, оно тебя останавливает. Останавливает от глобальных покупок. Ведь столько новинок красивых вышло, столько замечательных сюжетов, столько хачух появилось за этот год. Но я держусь и стараюсь думать о том, что у меня есть в хомячей норе, то, что мне хочется вышить прямо сейчас, не покупая ничего, а именно вот залезть в коробочку, достать набор и отшить его. То, что касается планов, я буду продолжать внегласно свою вышивальную диету. И эта вышивальная диета будет относиться еще и к совместному проекту от Насти Нестич, Stitch from Stash. Там я себе, конечно, даю определенные жесткие рамки, не покупать ничего. Но ставлю вопрос ребром именно то, что касается предзаказов на схемы по мотивам Гарри Поттера. Не знаю, может быть и буду держаться и от этих соблазнов, но девчонки-дизайнеры столько всего красивого рисуют, что удержаться просто иной раз невозможно. А учитывая то, что предзаказ идет гораздо дешевле, чем схема в основных альбомах, это прямо большой соблазн. Вот, и в данном СП, Stitch from Stash, я указала 9 процессов, самых главных, которые должны быть у меня в этом году. Все остальное по вдохновению, все остальное из моих хомячьей норы. Сейчас вам покажу фото своих процессов. Это Байкал от Риолис, это новогодняя хрюшка от Овна и недошитая работа от Анны Петуновой за елкой. Я обязательно их отошью, обязательно их оформлю и уже к Новому году буду готова во всеоружие. И также в 2020 году я планирую очень много вышивать новогодних игрушек. Меня захватила волна варежек, меня захватила волна советских ребятишек, советских малышей от Яны Гаркальцевой. Тем более, что у меня есть все две книжки по ее схемам. И вы не поверите, как чешутся руки или что-то начать именно из этой книжки. И обязательно я это начну. Ну и то, что касается моего канала, все очень тяжело в том плане, что длинные видео очень плохо сохраняются. Я не знаю, вроде бы у меня и ноутбук мощный, вроде бы и все было хорошо до этого момента, и сохранялись и часовые видео, но как-то все тяжеловато. Поэтому буду стараться укладываться в определенные временные рамки в плане видео. И у меня еще одна проблема. Я все еще решаю вопрос с проводным интернетом дома. А пока у меня есть модем, у меня, к сожалению, нет возможности выпускать часто видео. Декабрь был очень насыщенный, потому что я была у мамы в городе. Безлимитный интернет, и поэтому вышло 6 или 7 видеороликов на моем канале. Это рекорд в любом случае. Но я обещаю вам не пропадать. Я постараюсь хотя бы изредка выпускать какие-то видео, тем более, что у меня есть очень много материала, которые нужно действительно смонтировать и выпустить. Это и участие в Мисс Риолис в 2019 году, это и флаг формулы рукоделия, и отзыв о наборах Матрёнин Пассат, и многое-многое другое. На этом, наверное, все. Иначе сейчас меня унесет в дебри. Про итоги вам сказала, про планы сказала. Желаю всем вдохновения, побольше времени для любимого хобби и здоровья. Пока-пока. У меня охватил какой-то... Не то что не вышло... Вера, ну перестань, пожалуйста. Вера, перестань, пожалуйста. Перестань, пожалуйста. Перестань, пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok